Добрый день! Сегодня мы поговорим о ситуации на рынке труда в Тульской области, о тех вопросах, которые волнуют жителей нашего региона с точки зрения трудоустройства на имеющиеся вакансии, вопросы, связанные со сменой работы, с возможностью получения услуг по переобучению, но иные вопросы, которые входят в компетенцию нашего министерства в рамках трудоустройства. Безусловно, в этом году ситуация на рынке труда изменилась по сравнению с предыдущими годами. Конечно же, свое влияние оказала ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее, мы на постоянной основе ведем мониторинг ситуации на рынке труда, еженедельно отслеживаем те изменения, которые происходят в рамках работы наших предприятий региона. В ежедневном режиме отслеживаем те вакансии, которые появляются, и тех граждан, которые изъявляют желание по трудоустройству. Для тех, кто потерял работу, в текущем году, с 9 апреля, правительством Российской Федерации в рамках утвержденных временных правил по трудоустройству граждан введена функция дистанционного обращения в Центре занясти через всероссийский портал «Работа в России». Это стал достаточно новый и удобный формат для каждого человека, который желает обратиться в Центр занятости населения. Для этого нет необходимости посещать Центр занятости самостоятельно. Достаточно оставить свою заявку через портал «Работа в России», указать, когда человек был уволен, какая профессия, какое образование, какую работу желает найти. И данная заявка напрямую попадает в Центр занятости. С апреля текущего года более 33 тысяч граждан, отмечу эту цифру, воспользовались именно услугами портала «Работа в России». Это показатель того, что этот портал стал достаточно удобным, он достаточно популярен, и есть возможность не тратить время на посещение Центра занятости, и в том числе не подвергать себя риску заражения коронавирусной инфекцией. Краткая ситуация на сегодняшний день на рынке труда. На сегодняшний день в качестве безработных граждан состоит порядка 20 тысяч человек. Безусловно, этот показатель с началом года существенно возрос, практически в 5 раз. Если говорить о уровне регистрированной безработицы, то на начало года оно составляло 0,46%, то на сегодняшний день оно составляет более 2,5%. При этом, конечно же, такой показатель увеличился по всей Российской Федерации. Если смотреть наш субъект, то здесь мы смотримся достаточно неплохо, и входим в десятку субъектов в Российской Федерации с самым низким уровнем безработицы. Но, тем не менее, хотелось бы отметить, что анализ структуры безработицы показывает, что большинство из зарегистрированных граждан, это граждане в возрасте от 30 до 49 лет, которые потеряли работу. Но при этом, если посмотреть на тех безработных, которые на сегодняшний день стоят на учете в центре занятости нашего региона, то из них значительная часть, это более 30%, это жители Тульской области, зарегистрированные в Тульской области, но работающие в других субъектах Российской Федерации, и потерявшие работу в основном в Москве, Московской области и иных субъектах Российской Федерации. По профессиональной принадлежности больше всего среди безработных граждан это специалисты торговли и бытового обслуживания, свыше 2,6 тысяч человек. При этом, конечно же, здесь сказалось в том числе и ситуации, связанные с приостановкой деятельности торговых организаций. Исходя из этого, данная категория граждан у нас наиболее часто обращалась в центре занятости. При этом из общего количества безработных более 8 тысяч граждан не имеют вообще квалификации и, соответственно, претендуют только на неквалифицированные рабочие места. Наибольшая доля зарегистрированных безработных наблюдается, безусловно, в городе Тули, как в крупнейшем городе нашего региона, 39%, но в Московском районе, Щекинском районе. То есть это наиболее крупные наши муниципальные образования. При этом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, количество вакансий не сокращается. На сегодняшний день имеем достаточно серьезную базу вакансий в регионе. Если посмотреть по базе данных центра занятости, базе данных портала «Работа в России», то количество вакансий составляет более 25 тысяч. При этом хотел бы отметить такой факт, что, несмотря на все сложности текущего года, работодатели фактически существенно сократили в освобождении работников по нашим основным отраслям производства, учитывая то, что рынок труда в Тульской области традиционно скорее испытывает проблемы с количеством работников, квалифицированных работников и сложностью подбора на имеющиеся вакансии. В связи с этим, если посмотреть, что на начало года у нас работодатели планировали в освобождение порядка более полутора тысяч человек, то на сегодняшний день эти цифры сократились в разы. На сегодняшний день работодатели стараются сохранить свои коллективы для того, чтобы уже и возобновлять свою деятельность, либо деятельность, где возобновлена, наращивать объемы производства. Анализ имеющихся вакансий на рынке труда показывает, что больше всего позиции открыты в производственном секторе. Так, на сегодняшний день на портале «Работа в России» около 10 тысяч вакансий из этой отрасли. Ну и, как мы всегда говорим, это прежде всего рабочие специальности, которые наиболее востребованы и металлургией, в оборонной промышленности, в химической промышленности, в тех отраслях, которые являются у нас ведущими в регионе. Также достаточное количество вакансий у нас в отрасли строительства. Это порядка 2,5 тысяч вакансий. Следующее направление – это сфера здравоохранения. Она как никогда актуальна в этом году. Порядка 1,7 тысяч вакансий имеются в данной сфере. И здесь, конечно, востребованы и медицинские кадры с точки зрения врачей, с точки зрения младшего и среднего медицинского персонала по большинству наших учреждений, как государственных, так и коммерческих. Достаточно большая потребность в сельском хозяйстве. Это порядка 1,5 тысяч вакансий. Да, зачастую эти вакансии носят сезонный характер. Летом количество таких вакансий увеличивается. К зиме, безусловно, сокращается, учитывая сезонность характера работы. Если говорить о сопоставлении структуры безработицы имеющейся вакансий, то, безусловно, есть определенный дисбаланс. Мы его прекрасно понимаем. Прежде всего, это несоответствие навыков безработных граждан тем вакансиям, которые имеются на рынке труда. При этом, для того, чтобы нивелировать этот дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, на это и направлены основные инструменты центра занятости. Данные инструменты связаны прежде всего с переобучением наших граждан. На это ориентированы и национальные проекты, которые реализуются в нашем регионе. Это связано прежде всего с реализацией национального проекта «Демография», связанного с переобучением граждан пожилого возраста и предпенсионного возраста. Это переобучение женщин, которые находятся в декретном отпуске и желают возобновить трудовую деятельность. И также это переобучение тех граждан, которые обратились в центр занятости, признанные в официальном порядке безработными, и направляются на переобучение по тем востребованным на рынке труда профессиям, которые формирует ежегодно центр занятости. Поэтому на сегодняшний день ситуация, на наш взгляд, достаточно стабильная. Если посмотреть по динамике, то тот рост, который наблюдался до сентября, сейчас сменился плавным трендом на снижение уровня безработицы. Если в сентябре он достигал 2,8-2,9%, то на сегодняшний день, как я уже отметил, он оставляет порядка 2,5% и продолжает снижаться. Особенно активировалось трудоустройство с августа месяца, последние месяцы, и мы видим о том, что данный тренд имеет как раз тенденцию к нарастанию. Поэтому это общая такая информация, которая есть на сегодняшний день о ситуации на рынке труда. К нам поступили ряд вопросов, которые хотел бы озвучить и дать на них краткие комментарии. Хотел бы отметить, что все вопросы принимаются в комментариях под трансляцией, а также вы можете задавать их в группе ВКонтакте Департамент труда и занятости населения. Поэтому кратко пробегусь по тем вопросам, которые есть, и готов отвечать на те вопросы, которые будут у нас поступать в рамках прямого эфира. Так, первый вопрос, который поступил, в каких сферах деятельности есть вакансии для инвалидов, что нужно, чтобы в центре занятости помогли найти работу для инвалида. Но хотел бы отметить, что вакансии для трудоустройства инвалидов имеются фактически во всех сферах деятельности. Если опираться на наш региональный закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, то в каждой организации, в которой численность работников вставляет более 35 человек, в обязательном порядке квотируются рабочие места для инвалидов. Если посмотреть, то, конечно же, по вакансиям это наибольшее количество в сфере энергетики, транспорта, торговли, образования, наших промышленных предприятий, металлургии, оборонки, химии. То есть практически везде у нас создаются рабочие места для инвалидов. Общее количество создаваемых рабочих мест для инвалидов в регионе порядка 9 тысяч. На сегодняшний день в центре занятости заявлено чуть более 2 тысяч вакансий для трудоустройства инвалидов. Поэтому для того, чтобы помогли найти работу, прежде всего необходимо обратиться в центр занятости населения, иметь индивидуальную программу реабилитации инвалидов, в которой указаны те показания к трудоустройству с точки зрения того или иного заболевания. И исходя из этого, центр занятости, обращаю внимание, будет подбирать работу именно конкретно под данного человека. Задача перед каждым сотрудником центра занятости стоит не просто предоставить вакансию, имеющуюся в базе, а предварительно созвониться с работодателем, проговорить конкретное резюме, уточнить готовность работодателя принимать на такую работу данного человека и только после этого выдавать соответствующее направление для трудоустройства, чтобы минимизировать ненужные походы к работодателям, в том случае, если заранее понятно, что трудоустройство не состоится. Второй вопрос. Планирует ли центр занятости перевести на дистанционный режим работы? В первую волну пандемии много претензий к службе занятости по поводу того, что до них невозможно дозвониться. Как в случае дистанционной работы будет налажена работа центра занятости? Да, безусловно, в период роста заболеваемости, это, конечно, был март-апрель месяц, центры занятости были максимально приведены на дистанционную работу. Это была задача, связанная и с минимизацией заболеваемости самих сотрудников центра занятости. С момента работы, начала работы портала «Работа в России» все заявки стали поступать в электронном виде, поэтому на сегодняшний день нет необходимости обращаться в центр занятости населения лично. В то же время в целях уточнения каких-либо документов, в целях наиболее качественной отработки трудоустройства центры занятости приглашают к себе безработных граждан для того, чтобы отрабатывать с ними индивидуальные вопросы трудоустройства. На сегодняшний день центры занятости приглашают только по предварительной записи. Свободное посещение центра занятости у нас приостановлено, учитывая те рекомендации, которые есть в рамках службы Роспотребнадзора. Но, тем не менее, все телефоны горячей линии расположены на сайте центра занятости. Мы учли опыт, когда граждане могли дозвониться, поэтому увеличили количество сотрудников центра занятости, которые отвечают на телефоны горячей линии. В Туле введен бесплатный телефон 8800. Поэтому просьба обращаться по всем волнующим вопросам. Будем оперативно консультировать и представлять всю необходимую информацию. Как сейчас рассчитывается пособие по безработице? Почему сначала платили 12-130, а потом пришло только 1500 рублей? Обращаю ваше внимание, что минимальный размер пособия безработицы, который установлен в постановлении Прорезда Российской Федерации в текущем году, составляет 1500 рублей. При этом на период с марта по июль текущего года минимальный размер увеличивался до 4500 рублей. Максимальный размер пособия по безработице в этом году установлен в размере 12-130 рублей. Также с марта месяца. При этом обращаю ваше внимание, что период с марта по август месяц всем гражданам, которые были уволены после 1 марта текущего года, независимо от того сокращены, уволились по собственному желанию и так далее, пособие назначалось в максимальном размере с марта по август текущего года. Это положение загреблено в постановлении Прорезда Российской Федерации и Центр занятости нашего региона также его четко исполнял. Учитывая то, что действие постановления правительства распространялось как раз по август месяц, после августа месяца пособие назначается уже в соответствии с федеральным законом о занятости населения. В зависимости от того, какой предыдущий был опыт работы, какая предыдущая была средняя заработная плата за три месяца, исходя из этого уже рассчитывается размер пособия по безработице. Если человек был длительно неработающим, то, конечно, его пособие будет составлять полторы тысячи рублей, исходя из того, что он ранее никогда, либо никогда не работал, либо не работал длительный промежуток времени. Следующий вопрос, который поступил в настоящее время. Я работаю, но хотел бы освоить новую профессию на случай непредвиденной смены работы. Каким профессиям, где и в какой срок меня могут переобучить? Что для этого нужно? Как вначале я уже говорил, действительно сейчас задача нивелирования дисбаланса на рынке труда. И если вы хотите получить новую профессию, то здесь есть несколько вариантов. Первый вариант, наверное, такой достаточно негативный, это когда человек уже уволен, когда он становится на учет центра занятости и признается безработным, то в этом случае центр занятости оказывает услугу по переобучению граждан, которые признаны в официальном порядке безработными. Те профессии, по которым переобучаются, они обозначены на портале центра занятости. В текущем году, если посмотреть по профессиям, то это такие, как водители грузовых автомобилей, водители погрузчиков, трактористы, электрогазосварщики, специалисты по кадрам, операторы станков с программным управлением, ряд других профессий. То есть это те профессии, которые наиболее востребованы и которые требуются нашим работодателям. Данный перечень профессий мы согласовываем с нашим областным союзом работодателей, для того чтобы действительно это то, на что мы обучаем, было востребовано на рынке труда. Кроме того, в рамках национального проекта у нас могут обучиться граждане старше 50 лет, независимо от того, признаны они безработными или нет. Также женщины, находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком, а также имеющих детей дошкольного возраста. Для получения направления на переобучение необходимо обратиться в центр занятости. Можно сначала проконсультироваться по телефону горячей линии и выбрать для себя наиболее подходящее направление для переобучения. На следующий год уже формируется график, который будет также размещен на портале центра занятости. Следующий вопрос. Вопрос кратко. Действует ли сейчас программа по самозанятости граждан? Сколько сейчас составляет ей на временная выплата для самозанятых? Да, одним из направлений деятельности центра занятости является поддержка открытия собственного дела безработными гражданами. Соответственно, если гражданин признан безработным и желает открыть собственное дело, то центр занятости выплачивает и на временную финансовую помощь в размере 118 тысяч рублей. Для этого подготовить необходимо свой бизнес-проект, его защитить. И если данный бизнес-проект признается целесообразным, то в этом случае центр занятости выплачивает такое пособие, которое направляется на открытие собственного дела. Видим о том, что услуга достаточно востребована, и каждый год у нас весь объем средств, которые направляются на указанные цели, востребован гражданами нашего региона. Следующий вопрос. Планируются ли в ближайшее время ярмарки вакансий? Да, конечно, ярмарки вакансий у нас не то, что планируются в ближайшее время, они планируются у нас в течение всего года. Вот только на текущий месяц, если мы говорим про октябрь, у нас запланировано 12 ярмарок вакансий. Так, сегодня у нас проходит 6 ярмарок вакансий в различных муниципальных образованиях. Это Кимовск, Тулу, Узловая, Новомосковск, Куркино, Щекино. Из таких крупных мероприятий, допустим, 26 октября, у нас запланирована ярмарка вакансий с участием Хавейл Моторс. Это наш крупный работодатель, крупный инвестор, который планирует в ближайшее время также набирать работников. И мы не только проводим ярмарки вакансий просто в муниципальном образовании, мы их проводим под конкретных работодателей для того, чтобы обеспечить возможность и трудоустройство граждан на указанной вакансии. Это те вопросы, которые у нас поступали до горячей линии. В рамках данного прямого эфира поступили также несколько обращений, которые кратко прокомментирую. Первый вопрос, который поступил, могут ли меня снять с учета на бирже за отказ от работы? Да, конечно. Закон о занятости населения Тульской области у нас указывает о том, что если гражданину выдаются направления на работу, причем обозначу подходящую работу, то есть ту работу, которая соответствует и месту проживания гражданина, соответствует его профессиональным навыкам, и гражданин по необоснованным причинам отказывается от данной работы более двух раз, то центр занятости может, безусловно, прекратить выплату пособия по безработице. Исходя из этого, гражданин может состоять на учете в центре занятости, ему будут продолжать оказывать услуги по подбору работы, но пособие в этом случае выплачиваться не будет. Далее, следующий вопрос. У меня жена состоит на бирже около четырех месяцев, стаж работы практически отсутствует. За четыре месяца биржа ничего не предложила по поводу вакансий, предложили обучение. Но учитывая то, что стаж работы практически отсутствует, я так понимаю, что каких-либо профессиональных навыков, к сожалению, ваша супруга не имеет. Поэтому логично, что центр занятости в первую очередь таким гражданам предлагает переобучение для того, чтобы они стали конкурентно способны на рынке труда и таким образом могли найти себе соответствующую вакансию. Что касается предложения вакансий, то, во-первых, каждый, кто зарегистрировался на портале Работа в России, может самостоятельно присмотреть все вакансии, которые имеются. Это не значит, что только центр занятости их должен предлагать. То есть каждый гражданин может открыть по поиску, по профессии, по уровню заработной платы, отфильтровать те имеющиеся вакансии и выбрать для себя те, которые подходят. При этом, если есть необходимость, можно отработать специалистом в центре занятости, который ведет консультирование с работодателем. У нас сейчас предусмотрены и онлайн-форматы проведения собеседований с работодателями для того, чтобы обеспечить трудоустройство. Поэтому в обучении нет ничего плохого. Это наоборот повышение квалификации гражданина. Предлагаем все-таки рассмотреть такую возможность по следующим трудоустройствам. Следующий вопрос. Мне по одной причине отказали в центре занятости постановки на учет в качестве безработного. Могу ли я снова обратиться в центр занятости? Здесь сложно ответить на вопрос. Надо разбираться в конкретной ситуации. Что за причина, почему отказали? Может быть, вы не зарегистрированы на территории нашего региона, в этом случае центр занятости. Не может признавать гражданин безработным, если гражданин зарегистрирован в другом субъекте Российской Федерации. Обращаться в ЦЗН вы можете неограниченное количество раз. В любом случае, в каждом случае специалист центра занятости рассмотрит вашу ситуацию, рассмотрит те документы, которые вы подали. Вы можете это подать через портал работы в России, необязательно посещать центр занятости. И никаких ограничений по посещению или постановке по признанию безработным у нас нет, кроме тех, которые предусмотрены региональным, федеральным законом о занятости, в том случае, если ранее гражданин снимался с учета в качестве безработного. Следующий вопрос, который поступил. Здравствуйте, мой сын уже два года не может устроиться на работу, так как он инвалид, его никуда не берут. Подскажите, когда появятся рабочие места для инвалидов? Ну, рабочие места есть всегда. Как я уже отмечал до этого, у нас порядка двух тысяч рабочих мест для инвалидов. Тут в каждом конкретном случае надо смотреть, насколько те имеющиеся рабочие места совпадают с квалификацией вашего сына. Поэтому, если есть такая необходимость, предлагаю обратиться и ко мне на личный прием. Можно написать под трансляцией ваши координаты с фамилией, имя, отчеством и с телефоном. Мы с вами свяжемся, индивидуально отработаем, потому что, ну, так сейчас ответить, не зная ситуации, достаточно сложно. Следующий вопрос, который поступил также в рамках трансляции, это есть желание работать медиком в госпитале по лечению COVID-19. Но работодатель препятствует вопрос, есть ли ссылка на законы, где говорит, что работодатель не вправе чинить препятствия. Хотелось бы получить ответ в форме консультации. Но здесь также могу посоветовать оставить свой телефон, мы свяжемся, потому что здесь надо понимать, что значит препятствует работе в ковидном госпитале. Это в рамках одного учреждения, либо вы желаете работать в ковидном госпитале в другом учреждении здравоохранения, тогда в этом случае действуют общие требования нашего трудового кодекса, когда переход из одного учреждения в другое в рамках увольнения, либо командирования, в этом случае надо разбираться, надо смотреть, что за ситуация, по какой профессии вы работаете, к какому медицинскому персоналу относитесь и насколько целесообразно, по мнению работодателя, ваш переход в ковидный госпиталь. Поэтому также предлагаем оставить телефон, свяжемся сегодня и уточним все вопросы. Следующий вопрос. Добрый день. Уже три месяца не могу найти работу. Тут не могу прокомментировать, обращались ли вы в Центр занятости или нет. Предлагаем первое обратиться в Центр занятости, оставить заявку на портале Работа в России, и мы с вами отработаем индивидуально, посмотрим, какие вакансии мы можем предложить, исходя из ваших навыков, вашей профессии, вашего образования. Следующий вопрос. Может ли пенсионер учиться от СЗН в рамках проекта старшего поколения по сертификату? В текущем году у нас не предусмотрено обучение в рамках сертификатов. У нас обучение предусмотрено по направлениям Центра занятости в рамках заключенных контрактов, которые заключает Центр занятости с образовательными организациями. Либо это обучение по направлению работодателя, когда Центр занятости возмещает работодателю расходы на переобучение своих сотрудников старше 50 лет. Поэтому, если у вас есть желание обучиться, и работодатель вас не направляет, то обращайтесь в Центр занятости. Центр занятости будет вам предлагать обучение по тем направлениям, которые сформированы, по которым заключены контракты. Как я уже говорил, это как раз те направления, которые мы согласовывали с работодателями, как наиболее востребованы. Я работаю в организации, у нас во время первой волны вируса ввели удаленку. При этом сказали, что могут лишить премиальных надбавок. Значит, мой доход снизится. Это законно. Вопросов много было по удаленке, было достаточно много вопросов по нерабочим дням, когда у нас начинался период пандемии. Действительно, в каждом конкретном случае надо смотреть положение об оплате труда. Что вы понимаете под премиальными? Заложены ли они в положении об оплате труда, как обязательная ежемесячная выплата? Или она зависит от конкретно выполненных заданий? Если говорить о данной ситуации, то в целом работодателям всем рекомендовалось, для этого выпускали официальное разъяснение, сохранить среднюю заработную плату в размере, которая предшествовала периоду введения, в том числе и удаленки. Но здесь необходимо смотреть, что заложено в вашем трудовом договоре положение о оплате труда. Если вы видите нарушение, то предлагаем обращаться в Государственную инспекцию труда, которая рассмотрит ваше обращение и примет решение в рамках конкретного случая, есть нарушение или нет. Следующий вопрос. У меня мама признана безработной, ее могут отправить на пенсию досрочно или нужно доработать положенный срок? Да, безусловно, у нас в соответствии с законом о занятости. Если ваша мама была уволена по сокращению с предприятия, то в этом случае центр занятости, рассмотрев ее ситуацию и в том случае, если понимает решение о достаточно сложном подбое работы и отсутствии подходящей вакансии, может выдать направление на досрочную пенсию. Поэтому здесь нужно уточнять в вашем конкретном случае причину увольнения вашей мамы с предыдущей работы и какая профессия и какие вакансии имеются на рынке труда. Поэтому по данному вопросу также, если есть необходимость, оставляйте телефон, мы свяжемся, уточним ваши моменты и дадим уже такую достаточно развернутую консультацию. Подпадает ваша мама под возможность досрочной пенсии или нет. Также следующий вопрос. На кого можно выучиться через центр занятости? Ну, я уже обозначал о том, что перечень тех профессий, по которым можно переобучить центр занятости, у нас размещен на портале центр занятости, это те профессии, которые востребованы работодателями, в основном это рабочие профессии, водители, то есть те профессии, которые не требуют полноценного обучения в рамках высшего или среднего образования, которые требуют курсов повышения квалификации, которые требуют, скажем так, краткосрочного переобучения, после чего соответствующий работник может найти работу в рамках имеющейся вакансии. Поэтому также вам предлагаем позвонить в центр занятости, обратиться на портал центра занятости, посмотреть те вакансии, которые имеются на рынке труда, посмотреть те предлагаемые направления переобучения, которые также сформулированы на портале центра занятости, и для себя определиться, какую профессию вы бы хотели получить. В ближайшее время также на портале центра занятости будут размещены направления переобучения на 2021 год, так как мы сейчас уже формируем план работы центра занятости на следующий год, и данные перечни направлений также будут озвучены на портале центра занятости. Поэтому те вопросы, которые поступили, я постарался ответить, если будут еще поступать вопросы, готов точно так же отвечать в рамках прямого эфира.